Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Оракула Затмения. Сегодня мы смотрим онлайн-расклад на тему Ваше прошлое и настоящее будущее. Итак, открываем карту. Кстати, очень часто такие расклады заказывают на консультации. Ощущение, когда человек потерялся, вообще не понимает, куда ему двигаться. Вот я, например, не могу найти свободного времени. То есть иногда я сплю там 4 часа в сутки и то так, знаете, чтобы просто отдохнули глаза, потому что настолько много в голове всяких идей, которых не успеваешь реализовать в течение дня. А у людей нет вот этих интересов. Я думаю, когда они теряются, надо искать интерес не в мужчине, в будущем или каком-то, потому что мужчина только приносит проблемы в жизни, а именно в самореализации, да, потому что когда женщина, она самореализована, она всегда привлекательна для мужчин. Слишком сейчас меркантильный мужчина в мире. Итак, ваше прошлое. Ну вот, мужчина из прошлого, яркий, медийный, добрый, замечательный, безумно жадный, который жаден, не дает подарков, не дает, знаете, каких-то сумасшедших эмоций, не дает информации, не рассказывает, например, о путешествиях или вообще не рассказывает, где он был. Все как бы он скрывает, утаивает, думает, наверное, это как бы круто. Да, скажем так, человек, который хочет взять, не хочет дать. Так, вот вы с этим человеком расстались, и это для него что-то новое, да, как бы. А вы ушли как бы во что-то сама новое, и хотите начать жизнь с нуля. Да, то есть вы здесь поставили точку, понимая, что, ну, не по пути, ну, не интересно вам. Так, вы сейчас молчите после какого-то конфликта, понимаете, что просто человек морочит голову, обманывает. И вы получили какую-то информацию, я бы сказала, такое просветление в мозгах, когда вам все по полкам, все разложилось, и вы поняли, что, ну, нет, надо уходить. Это, может быть, бесконечная какая-то тягомотина. Так, у вас желание найти настоящего такого мужчину, который возьмет ответственность на себя. Эти мужчины были последние, это годы рождения, наверное, там, 65-й, 67-й, 68-й, там, до 70-го, да, после этого такие мужчины уже не рождаются. Так. Смотрите, в течение года вы поставили цель преображения, омоложения, похудения, всего чего угодно, да, то есть вы прям поставили цель и медленно идете к этой цели, шаг за шагом. И вы считаете так, когда вы будете в идеальной форме, да, мужчину уже будет проще найти такого, которого вы хотите, чтобы не комплексовать. Вот, все лекарство от ваших бед, это финансы, деньги. Есть деньги, все хорошо. Вы это прекрасно осознали. И будете себе выбирать партнера для брака, которым можно управлять, можно манипулировать, и у него будут деньги. И еще, каждая женщина подсознательно выбирает себе того партнера, которым она может управлять. Если она управлять партнером не может, да, то есть, например, он не выполняет ее прихоти, капризы и так далее, обычно мужчины остаются в пролете. Так, дальше смотрим. Настоящее, как оно выглядит у вас. Настоящее. Вы украли сердце у этого партнера, и партнер не готов уйти в сторону. А вы будете очень часто смотреть по картам Таро, как бы иначе у вас есть определенные страхи, а друг заведет другу женщину. Эти страхи надо выкинуть из головы и любить себя любимой, да. Партнер уже попал в ваш плен, и он уже не соскочит с этих отношений. Он сейчас переживает, болеет, то есть, вы можете здесь не думать об этом, вы можете реализоваться. Так, в настоящем, смотрите, дьявол играет с вами другие игрушки, то есть, у вас могут быть какие-то проблемы опять по дьяволу, это какие-то обманы, какие-то предательства со стороны людей. Это могут быть вообще непонятные ситуации, которые вы разводите руками, то есть, к чему вы не готовы, да. То есть, от одних кармических ситуаций отошли, к другим пришли. Но вы, несмотря ни на что, будете решать свои проблемы тем, что вы будете сама заманивать в паутину, скажем так, материализацию решения своих проблем. То есть, вы не остановитесь на достигнутом, вы считаете так, я как бы в своей паутине сама разберусь и сама решу все проблемы, потому что вы, в принципе, очень ресурсный человек, который умеет это делать. Вы сама себя не ругаете, не занимаетесь самообичеванием, вы умеете отрезать ненужные ситуации, ненужные проблемы. Единственное, что у вас есть небольшая потеря вот этой вот энергетики общения с партнером, да, то есть, как бы вы вот это вот убрали от себя, но при этом не ругаете себя, да. То есть, вы считаете, что пустое переписывание или пустое общение совершенно неинтересно, если оно ни к чему не ведет. Ну, или, по крайней мере, вы не видите, что оно к чему-то ведет. Так, дальше. Будущее. Как оно будет выглядеть. Так, смотрите, вы можете работать как лошадь, но деньги уходят как песок из ваших рук. То есть, очень много каких-то затрат. Вы очень сильно по этому поводу переживаете, понимаете, что в стране все дорожает, да, и, как бы, ну, не получается по-другому. То есть, вы можете работать так же, как работали, получать столько же, но денег не то, что катастрофически не хватает, но как деньги пришли, так и ушли. Так, перекрыли вы сама себе надежду на брак, семью и счастье. То есть, вы, как бы, эту тему пока оставили в покое. Вы считаете, это вам сейчас вообще не нужно. Все вы поставили, как бы, все отношения отмели в сторону. То есть, оставили его с бесплодными, там, эмоциями, чувствами. Устроили ему последний скандал, выставили ему какие-то условия, да, закрыли дорогу. И, как леса хитро сидите, решаете свои вопросы. Есть у вас какие-то предчувствия, что мужчина должен сделать определенный выбор. Понимаете, что он сейчас весь обижен. Можете попробовать сделать какой-то ритуал, чтобы им манипулировать, управлять. И наблюдать будете за этой всей ситуацией. Я бы сказала, вы выиграете эту ситуацию, потому что партнер все-таки будет понимать, что он хочет именно с вами семью и брак. Но очень долго ничего делать не будет. Он будет бездействовать. И это такая кармическая ситуация, от нее никуда не деться. И вы должны, как женщину с тонкой душевной организацией, хорошей интуицией, это уже понять. Так, вы сейчас будете яркой, привлекательной. Не будет никаких переживаний, не будет слез замамывания рук. Вы сейчас прям возрождаете, сверкаете, занимаетесь своими делами. Закрываете всякое общение с мужчинами. Вы сами уходите в, может быть, творчество, самореализацию. Потому что вам не нужны какие-то тайные, непонятные, я бы сказала, эти отношения. Немножко вы что-то тут подождете. Прям немножко. И будете понимать, что ваш партнер злится, психует, сам себя накручивает. Будет вам написывать любовные письма о своей любви, о чувствах, об эмоциях. Но вы должны помнить, что партнер такой ящик Пандоры, да. Что вам тут еще мало не покажется. И то, что партнер будет наблюдать за тем, как вы много работаете, как вы тратите много энергии, что вы из головы ушли в работу, что любите только себя любимым. Это все он вам будет писать. Будет с вами пытаться соперничество, будет пытаться выводить вас на эмоции, на чувства. Но вы от него освободились, освободились от ненужных отношений на данном этапе. Потому что они ни к чему не вели, к тупику. Но, смотрите, здесь по карте приворот мужчина приворожен к вам. Это может быть и без ритуалов приворот, да. И мужчина чувствует, что он не может оторваться, но при этом сидит и опять ничего не делает. Но ему теперь четко, ясно, понятно, насколько вы лицемерны, насколько вы любите себя любимую, насколько ему были нужны разговоры с вами, да. То есть, вот, какая бы вы ни были там, да, вот вы ему нужны такая, какая есть, потому что он хочет с вами общаться. Как вести вам в сложившейся ситуации? Любите себя любимую. Несмотря на внешность, возраст, абсолютно ни на что, да. Любите себя любимую, двигайтесь вперед, не останавливайтесь на достигнутом. Пускай партнер скучает, тоскует и наблюдает. Вот кому интересен такой расклад, показывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.